Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Д joқраж Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Я приду туда, где ты, Нарисуешь в небе солнце, Где разбитые мечты Обретают снова силу высоты. Сколько я искала тебя сквозь года, В толпе прохожих думала, Ты будешь со мной навсегда, Но ты уходишь, Ты теперь в толпе не узнаешь меня, Только как прежде любя Я отпускаю тебя. Позови меня с собой, Я приду сквозь твои ночи, Я отправлюсь за тобой, Чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты, Нарисуешь в небе солнце, Все разбитые мечты Обретают снова силу высоты. Каждый раз, как только спускается ночь, На спящий город я бегу, Из дома без солнца вопрочь. Тотку и холод Я ищу среди снов безликих тебя, Но перед нового дня Я вновь иду без тебя. Позови меня с собой, Я приду сквозь злые ночи, Я отправлюсь за тобой, Чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты, Нарисуешь в небе солнце, Где разбитые мечты Обретают снова силу высоты. Позови меня с собой, Я приду сквозь злые ночи, Я отправлюсь за тобой, Чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты, Нарисуешь в небе солнце, Где разбитые мечты Обретают снова силу высоты. Позови меня с собой, Я приду сквозь злые ночи, Я отправлюсь за тобой, Чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты, Нарисуешь в небе солнце, Где разбитые мечты Обретают снова силу высоты. Здравствуйте, вы смотрите новости стран Содружества в студии Екатерина Абрамова. На юге России продолжается наводнение. По данным МЧС, к пятнице количество погибших достигло 78 человек. В Невинномыске паводком смыты две опоры автомобильного моста. Движение по трассе Черкесск-Невинномыск прервано. В Кувардино-Балкарии до критической отметки поднялся уровень воды в реках Малка и Баксан. Из-за разлива реки Урвань разрушен мост возле селения Аушигер на дороге Нальчик-Владикавказ. Представитель президента в южном федеральном округе Виктор Казанцев заявил, что руководители на местах оказались не готовы к работе в условиях чрезвычайной ситуации. О том, как жители региона справляются с бедой в репортаже из Северной Осетии. На этом месте, на берегу реки Тагардон, несколько дней назад находилось одноименное горное село. После начала проливных дождей на Северном Кавказе, река стерла это небольшое селение с лица земли, оставив, словно в насмешку, только один дом. Впрочем, и это ненадежное строение может в любой момент обрушиться вниз. Неукрепленные берега постоянно подмываются водой. Хозяину дома, Дмитрию Бычкову, недавно перебрался жить сосед, которого стихия в числе других сельчан оставила без крыши над головой. То, что за несколько страшных дней в Тагардоне никто не погиб, эти люди называют настоящим чудом. Вот где вон те деревья, вон куча. Вон та куча. Вот чуть, может, сюда ближе, вот начинался дом. Один барак, потом второй, сюда дом, другой, вот здесь вот. Ну, здесь еще несколько домов было. Вот вы видите, это все снесло. Что осталось? Вон он черный вот где. У меня там кончалка, ворота были. И вот представьте, вот что здесь вот там осталось. Здесь у меня складывали деревья, вон там он, это, палисадник хороший, забор, ворота, все, все, он туда вот. А еще кусочек нет? Нет, мотоцикл только, отсоски вот здесь в гараже. В гараже вот осталось кусочек. Вот это вот все. Дорожные службы прокладывают объездную дорогу там, где недавно рос в фруктовый сад и стояла пасека. Для человека, всю жизнь работавшего землей, видеть это особенно тяжело. Посадили с женой в этом году малину, мородину, хорошо прынялась она. И вот эту дорогу уже надо было делать. Вот сказали нам, мы вам компенсируем все это. Когда они мне это компенсируют? Да никогда, это сказки. После того, как приусадебный участок был уничтожен, картошку Дмитрию приходится покупать на рынке. А на базаре цены как? О, ну и баня. Сейчас же все, все дороги перекрыты. Ну, в смысле размытые. Цены взвинтили так, что не очень-то их купишь. А какие сейчас настроения вообще в селе? Раз улыбаемся, значит, что? Ну, ну, что можно сказать? Ну, лишь бы здоровья было, а там что-нибудь придумаем. Вон в лесу бревна натаскаем, опять халабуду сделаем. Максим Березин, Алан Тибетов и Измил Бурнацев. Для новостей Содружества из Северной Осетии. Теперь о других событиях. В Москве прошла встреча российских и украинских бизнесменов. Она была организована в рамках Года Украины в России. Рассказывает Станка Ковачевич. На заседании было принято решение о создании на постоянно действующей основе российско-украинского делового форума. Его штаб-квартира будет находиться в Одессе. Участники встречи мотивировали это тем, что там сосредоточены сильные интеллектуальные и промышленные потенциалы. Развита экономическая структура, хорошо функционирует аграрный сектор. У нас еще остается очень много незакрытых возможностей для сотрудничества. И вместе с тем отсутствует огромное количество необходимых инструментов, механизмов для этого сотрудничества. Это, конечно, и недоработанная законодательная база, это, конечно, и отсутствующие механизмы политического взаимодействия. С созданием российско-украинского делового форума значительная часть проблем, которые тормозят развитие сотрудничества между двумя странами, должна быть преодолена. Для этого есть все предпосылки. Сегодня великолепная база создана, политическая для сотрудничества. Создан здоровый климат. Авторитетом этого климата и здоровых отношений выступают президенты Украины и России. Проводится хороший диалог во всем направлениям. Политической, экономической, научно-технической, гуманитарной сферы. Участники встречи отметили, что успех первого мероприятия Года Украины в Российской Федерации, начавшегося в Москве открытием национальной выставки, убедительно свидетельствует о том, что Украина и Россия жизненно необходимы друг другу. Станка Ковачевич, Игорь Чеснокоп, Александр Смирнов. Для новостей Содружества. Москва. И еще на тему международного сотрудничества. В Киргизии на берегу Иссы-Кули стало одним населенным пунктом больше. В курортной Челпон-Ате была торжественно открыта детская деревня для сирот Сос-Киндердорф. На праздничную церемонию прибыли президент Международного благотворительного фонда СОС-Киндердорф Интернешнл господин Гельмут Кутин и президент фонда СОС-Детские деревни Кыргызстана и Международного благотворительного фонда Мэри профессор Майра Макаева. Здесь в 12 семейных домах будут жить более 100 детей-сирот из разных регионов республики. Для дошкольников построен детский сад, а дети постарше будут учиться в обычной городской школе. Этот комплекс стал второй СОС-Детской деревни в Кыргызстане и третьим объектом, появившимся в результате синхронического международного фонда СОС-Киндердорф Интернешнл, германского фонда имени Германа Гмайра и благотворительных фондов, возглавляемых первой леди Кыргызстана. Первая детская деревня была построена в Бишкеке три года назад. Теперь по соседству с ней открылась первая СОС-средняя школа имени основателя фонда Германа Гмайра. В мире немного стран, где осуществлен такой проект, поэтому на его открытии прибыла представительная делегация германского фонда, на средство которого и была построена школа. Гости побывали также на строительстве уникального детского реабилитационного центра, возводимого по инициативе и при поддержке международного благотворительного фонда Мэйри. На правах любезной хозяйки с ходом строительства центра гостей знакомила президент фонда профессор Акаева. Николай Кузьмин, Александр Губин. Новости Содружества из Кыргызстана. Российские пограничники продолжают нести службу на таджико-афганской границе. Вместе с ними там находятся жены и дети. Наш корреспондент Анар Саркорова побывала на погранзаставе в Пархоре, которая находится всего в нескольких сотнях метрах от южного рубежа Содружества. Участок, охраняемый пограничниками, считается одним из самых сложных в московском пограничном отряде. Нас встречает молодая пара, начальник заставы, и его жена Михаил и Маргарита Подубни, и еще их четырехлетняя дочка Злата. Маргарита, как и многие жены офицеров, с мужем приехала служить в Таджикистан. Страна не показалась ей чужой. Сама родом из Казахстана Маргарита очень быстро привыкла к новым условиям, тем более, когда рядом любимый человек. Много знакомых, которые здесь служили, они рассказывают, что автоба такой войны-то и нет. Это, наверное, и неправильно, что она вот это вот все так показывает, что тут война, что тут прямо русских прижимают. Нет тут такого. Как и многие жены офицеров, Эйта быстро нашла себе работу. Она связистка. И хотя работу по специальности и души на границе найти сложно, она не жалеет, что вышла замуж за военного. Говорит, это точно судьба. Дедушка попросил меня поехать в лес собрать ягоды. Я даже не знала, что там пограничники. Ну, для меня военные, это очень далеко было. Ну, вот и без документов приехали. И там подержал. Начальник застал, но без документов. Кроме служебных обязанностей, у Маргариты, как она шутит, двое детей. Муж и дочка. Утром, в обед и вечером обязательно готовит горячую пищу. Но сама очень хочет российского сала. Я селедку хочу. Здесь вот селедку очень тяжело вообще. Не приводит. Или они ее не взят, или я не знаю. Так селедку бы хотелось. И сал, конечно. Маргарита говорит, что поначалу ей было страшно впускать мужа в ночные наряды. Особенно, когда на сопредельной территории шли боевые действия. Но сейчас привыкла. Хотя ночью, когда мужу ходит, Маргарита не может уснуть. На комендатуре шестеро детей и несколько женщин. Дети учатся в одной школе, которая находится в доме Риты. Этажом ниже. И все, несмотря на различия возраста, учатся в одном классе. В мужском коллективе Маргарита работает без проблем. Большинство мужчин больше внимания. Больше заботы, наверное. Мы в таких условиях приезжаем. Действительно, что ли. В день нашего отъезда на комендатуру пришло срочное сообщение. Михаила Подубнова отправляют учиться в военную академию в Москву. Для Михаила и Риты это было неожиданностью, но очень приятно. Теперь они очень скоро смогут во время отпуска побывать у своих родителей в Калининграде. Анор Саркорова, Тулий Бьюсупов. Специально для новостей Содружества. Содружества таджико-афганской границы. 28 июня в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают журналисты. Сейчас в республике зарегистрировано более трех тысяч СМИ. 80% из которых не государственные. Как сообщают наши корреспонденты, казахстанцы также по-прежнему любят и российскую прессу, и телепрограммы. И караван читаю, и время читаю. Но лучше всего мне нравится газета «Труд». По российскому телевидению больше идет новостей. Поэтому интересно. У нас в основном российские читаемые. Казахстанцы по-прежнему любят читать российские газетные издания и смотреть российские телевизионные каналы. Поэтому казахстанским журналистам приходится работать в условиях жесткой конкуренции со своими московскими коллегами. Большой популярностью среди казахстанцев пользуются многие отечественные газеты. И в рейтинге они стоят буквально рядом с российскими аргументами и фактами, комсомолкой и известиями. Кстати, все они вот уже несколько лет выходят в Казахстан. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...